Я вот действительно удивляюсь, почему, ну, условно говоря, не приклеивается ничего из каких-то слухов, ведь какие-то вещи происходят, про Маликова, в общем, как-то вот это не муссируется, где-то какой-то брос раз и все забыли, это потому что с имиджем не вяжется или есть специально обученные люди, которые занимаются? Нет, никаких людей нет, просто так получилось, я, во-первых, не очень даю много поводов для скандала, потому что... Ой, нам журналистам поводы не нужны, мы... Да, все равно вас нужно провоцировать, вот, а я стараюсь этого не делать, я всегда думал именно вот о своей творческой карьере, и поэтому вот почти все эти годы мне удавалось творчески доказывать, что я, ну, как бы интересен, то есть я был интересен большому количеству людей. Благодаря, конечно, в первую очередь песням, вот, и скандалы, они нужны тогда, когда не хватает популярности. Я, в общем-то, не могу сказать, что я сам самый популярный артист, но, с другой стороны, той популярности, которая у меня есть, мне хватает. Я вот с вами сразу соглашусь, вот возьмем Киркорова. Да. Реально человек, влюбленный в свое дело. Безусловно. Который просто прется от того, что он делает. Сказать, что он не увлечен творчеством, в общем-то, нельзя. Ну, в основном-то, посмотрим, вот погуглим, 80% упоминания, допустим, о Филиппе, это какие-то там, ну, понятно, разборки, какие-то скандалы, какие-то ссоры. Поэтому, вот, мне интересно, это зависит от персонажа, потому что это не объяснение, то, что вы мне сказали, что я занимаюсь творчеством, а остальные там занимаются. Нет, это понятно, нет, я говорю, что я сцен делал на творчество. Киркоров страшный фанат сцены и своей работы. И он... А Маликов нет. А Маликов тоже, да. Но у Маликова есть много всего другого рядом. Это и фортепиано, это семья. Ну, у Филиппа, кстати, тоже семья в последнее время. Ну, по крайней мере, его дети. Дети занимают его много времени. Это очень скорбное всегда такое. Но он страшный фанат, не то чтобы своего дела, он страшный фанат всего, что связано со сценой, понимаете? Поэтому он все время на виду, он все время... Ну, достаточно просто сказать о его коллекции, например, одежды, костюмов. То есть в его квартиру, даже в его дом, по-моему, это все не входит. Вот я гораздо более спокойный, толерантный человек именно вот к этим внешним проявлениям шоу-бизнеса. И для меня гораздо важнее сочинить новую мелодию. Вот, потому что Филипп не является как бы композитором, да, он является прекрасным исполнителем. Ну, к примеру. Вот, и вот я думаю, что все-таки есть здесь водоразделы в чистом виде исполнителями и авторами-исполнителями. Хорошо. Будем считать, что это объяснение прошло. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.